Доброе утро, дорогие друзья! Старт проекту «Великие имена России» был дан в этом месяце. В его рамках именами великих людей России назовут сразу же 45 аэропортов, в том числе два из Югры. Широкое обсуждение предложений по присвоению имен началось на прошлой неделе. О том, как это происходит, мы поговорим с членом общественной палаты Югры Сергеем Николаевичем Дмитриевым и региональным координатором Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» по Югре Экки Шенгилаевым. Доброе утро! Доброе утро! Расскажите, кто принимает участие в обсуждении? То есть, если уже пошло обсуждение, то кто приходит на эти встречи? – Абсолютно любой житель округа вправе присутствовать на любом общественном совете и вносить свои предложения. Это народный проект. – Народный выбор. – Да. – Ну вот смотрите, у нас аэропорт в Сургуте будет переименован, аэропорт в Нижневартовске. А, например, жители Ханты-Мансийска, Няга, Неурая могут принять в этом участие? – Конечно. – И предложения свои внести? – Более того, все, без исключения муниципальные образования, уже задействованы, уже проводили встречи с общественными организациями, с депутатами, с почетными жителями своих муниципальных образований. Поэтому это поистине народный проект в нашем регионе. Ну и в других тоже. – Эк, расскажите, вы на одной из таких встреч присутствовали? – Как это вообще происходит? – На каждой. – На каждой. – На каждой встрече? – Мне кажется, я вообще… Ну, это не только встречи, это и соцсети, это и интернет. – То есть виртуально тоже можно? – Конечно. Абсолютно, совершенно можно. И информацию, во-первых, найти в интернете. – Ну вот тогда направьте какие-то, вот куда, какой запрос сделать, например, или в каких соцсетях? – Потому что любой желающий принять участие, стать волонтером, вот даже так в этом проекте, может совершенно спокойно, может зарегистрироваться. Есть официальный сайт «Великие люди РФ». – Так. – Человек регистрируется… – Там тоже по регионам, да? – Да. – Находишь свой регион. – Да, совершенно верно. – Зарегистрировались дальше. – Зарегистрировались все. То есть тем самым мы уже видим, что человек готов стать частью истории. Я считаю, что действительно… – И отдать свой голос. – Да. Отдать свой голос, и не только отдать свой голос, а предложить свою кандидатуру может. Если он считает, что вот тот или иной человек является героем для нашего округа. – А какие уже имена великих людей предложены? За кого можно проголосовать? – Кто уже является претендентом? – Их достаточно много. – Открываем галты. – Это десятками были предложены. Сформировано сейчас списки по Нижневартовску и по Сургуту определили по 10 сейчас. Хотя были предложения, которые единичные, допустим, да? Они тоже имеют место быть. – Ну, правильно. – Вы знаете, как не рассмотреть, допустим, или Богданова, или Проводникова, да? Это последние наши живые… – Современники. – Современники. – Современники. – Ну, как не рассмотреть Айпина, да? Волдину. – Вот здесь вот вы называете имена, и всякий раз хочется кивнуть, сказать «за». – Да. – Вот о чём мы речим. Вот сложность выбора как раз и состоит в том, что у нас в регионе очень большое количество людей, которые достойны, чтобы их рассматривали. И в связи с этим как раз и было принято решение не ограничиваться Сургутом и Вартовском. Обсуждение провести по всему… – Логично. – …региону. – Почему? Потому что мы все пользуемся и Сургутом, и Вартовском, у нас стыковочные рейсы, а это… – Да мы не просто пользуемся, мы гордимся этими городами. – Конечно. – Да, и разумеется, может быть и не все бывали, но имеют представление. Но скажите, приоритетное право выбора будет всё-таки за сургутянами и нижневартовцами? Или нет? – Нет. – Предложения могут внести все, а… – Ну и решать будем все вместе, югорчане. – Будет идти подсчёт голосов. То есть всё будет честно. И вот какой кандидат, какой герой наберёт наибольшее количество голосов… – Вот есть ли среди претендентов тоже какие-то ограничения? То есть это не может быть политик? – Это не может быть политик, это не может быть… – Политик или госслужащий – нет, это исключено. Именно исторические личности, которые наибольший вклад внесли в развитие региона и страны, ну, это работники культуры, искусства… – Спорт, наука… – Спорт, наука… – Спорт, наука, промышленность, экономика, это всё… – Телевидение, в конце концов. – Да. – Ну, найдутся люди, которые, может, моё светлое имя… Я скажу, нет, 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 ребята, нет, я скромный, я не достоин. Когда будут подведены итоги и сколько вообще получается… – Ну, вообще… – Сколько этапов пройдёт эта голосовка? – Четыре этапа. – Четыре этапа. – И 5 декабря будет оглашена результивная часть. То есть награждение. И окончательно принято решение. Потому что у нас сейчас пока списки сформировались общие. – Так. – Потом лонг, потом шортлист. – Длинный список, короткий лист. – Да. – Вот. И потом онлайн-голосование ещё нужно учесть. Поэтому это же не просто списки, это и ВКонтакте. Все соцсети построены и подключены к этому проекту. – Поэтому я ещё думаю, неравнодушные югорчане, если вы лично у себя, может быть, на семейном совете, или среди соседей во дворе можете определиться… – Ну, кандидатуры всё равно как бы должны выдвигаться… – Нет, я говорю о принятии решений, но кандидатуры, понятно, что должны быть уровни округа окружные. – Ну, и не только, выдвигаются всё равно от какого-то количества людей. Ну, допустим, ну, не менее 500 человек должны знать хотя бы этого человека и выдвинуть его. А так, получается, мы бесконечностью уходим, если… – Нет, 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 я как раз вот просто говорил о том, что эта идея должна нас в очередной раз, югорчан, объединить. – Да. – Правильно? – Конечно, мы вместе. – Мы вместе, мы югорчане, да. – И так вот, чтобы этот проект вот так вот мощно был реализован, и информационная, скажем так, большая такая… – Мы готовы поддерживать. – Так эту работу будут делать волонтёры Победы, вот я к чему. – Потому что они являются партнёрами… – Вот этого проекта? – …в рамках этого, да, они являются, даже могу сказать, наверное, основными… – Ну, да, в данном случае. – Вообще партнёров достаточно много, да? – Да. – Но ноги этого проекта в руках волонтёров. – Так, хорошо, значит, вы бежите первыми, мы двигаемся за вами. – Мы бежим, мы информируем всех. То есть, две задачи основные, которые у волонтёров Победы – это информационная кампания и плюс уже само анкетирование во время подведения итогов. Этими будут заниматься волонтёры Победы. – Вот у нас, к сожалению, время в программе завершается, и если, дорогие друзья, у вас возникли какие-то вопросы, то в первую очередь зайдите на странички волонтёров Победы в Югре. – И у меня есть сувенетчики для вас. – Ой, огромное спасибо. – Спасибо. – И на этой жизнерадостной ноте мы благодарим вас и желаем, чтобы этот проект при общем участии всех югорчан завершился, и мы сделали тот выбор, которым мы потом гордились. – Да. – Надеюсь, он будет правильным выбором. – Спасибо.